Мыслитель. Наверняка самая известная работа Агюста Родена, и в то же время один из боссов-антагонистов в игре «Камень веков 2». Моделью для скульптуры послужил французский боксер Жан Бо, выступавший в Париже в квартале Красных Фонарей. Почему же именно эта скульптура стала одним из главных боссов игры? Во-первых, игра «Камень веков 2» — это клубок из различных эпох, стран и континентов, и разработчики были просто обязаны включить что-то связанное со знаменитой Францией и Парижем. Во-вторых, игра представлена в своеобразном юмористическом стиле, и главным врагом был просто обязан стать кто-то знаменитый, чью историю можно было бы обыграть в присущей игре манере. Умением босса в игре является возможность призывать различные устройства, которые будут мешать нам в ходе сражения. Слабым же местом является мозг, который позволяет мыслителю воплощать в реальность все свои задумки. Однако нанести удар можно только в тот момент, когда он увидит девушек, танцующих кан-кан. И этот момент заслуживает более детального рассмотрения. Если углубиться в историю и сделать несколько сопоставлений, получатся довольно интересные выводы. Во-первых, битва с боссом происходит в Париже. Во-вторых, как упоминалось ранее, моделью для скульптуры мыслитель был боксер Жан Бо, в основном выступавший в квартале Красных Фонарей, в том месте, где процветала проституция и другие виды секс-индустрии. И можно предположить, что боксеру приходилось довольно часто глазеть на девушек легкого поведения. Видимо, разработчики игры хорошо знакомы с историей и решили обыграть это с юмористической ноткой. И раз статуя сделана с боксера Жан Бо, она и унаследовала часть его характера. Поэтому при виде горячих цыпочек умыслителя просто сносит крышу. Но вы понимаете, о чем я. Да, о том самом. Победить босса достаточно просто. Нужно нанести всего три удара по его мозгу. Однако и здесь кроются свои маленькие нюансы. Сцены, на которых пляшут девушки, находятся только с двух сторон. И нужно тщательно наблюдать за траекторией движения мыслителя. И хотя звучит все это довольно легко, по факту придется следить сразу за несколькими вещами. Во-первых, нужно вовремя уничтожать появляющиеся орудия. Если их будет слишком много, они просто раскрошат ваш камень. Во-вторых, нужно стараться всегда находиться на верхних ярусах и недалеко от головы мыслителя. Только так вы сможете подобрать время и нанести точный удар. И, наконец, в-третьих, нужно не забывать уклоняться от летящих снарядов пушек, катапульт и прочих. Однако и для нас на этом уровне приготовлена пара небольших бонусов. Можно заметить, что играем мы не за простой камень, а за специальный ангельский валун. Благодаря ему иногда можно делать дополнительный толчок после первого прыжка. О готовности умения можно судить к дяде на нимб на верхушке камня. Второй же бонус мы получаем благодаря самому мыслителю. Когда он натыкается на танцующих девушек, все орудия на карте также временно превращаются в девушек. И это очередная юморная отсылка к тому, что он настолько любит сыпочек, что даже его мысли, перекочевавшие в материальный мир, не способны противостоять этому влечению. В целом, босс не должен доставить каких-либо больших хлопот. Наоборот, сама по себе битва вызывает только положительные эмоции. Особенно, если знать те исторические факты, которые я упоминал в начале. Всем большое спасибо за внимание, с вами был Диаболос и рубрика Бестиарий.